Наезд на пешехода. Сводки ГИБДД с такой графой почти каждую неделю свидетельствуют о жертвах и пострадавших на дорогах республики. Исключением не стало и сельское поселение Приева. Здесь, по улице Солнечное, в ночное время суток был совершен наезд на местного жителя, переходившего проезжую часть дороги. Пострадавший скончался от полученных телесных повреждений на месте. Плохая видимость на дороге из-за отсутствия хоть какого-либо освещения или же перехода в неположенном месте, все эти факты могли стать причинами, решившими судьбу местного жителя, погибшего в 300 метрах от дома. Затрагивая тему перехода в неположенном месте, нельзя не отметить, что дорожная разметка здесь еле заметна, а соответствующий дорожный знак вообще отсутствует. Мы видим, что есть разметка дорожный переход, но, к сожалению, нет информирующих знаков о том, что пешеходы знали, что они могут переходить дорогу там, где им положено. Эти моменты мы сегодня отметим, мы будем об этом говорить, потому что наши пешеходы должны также чувствовать себя в безопасности, потому что мы сегодня должны создать им условия, если мы говорим о их безопасности. И водители, конечно, должны уступать дорогу пешеходам. Особенно хотелось отметить соблюдение скоростного режима в населенных пунктах. Неоднократные призывы сотрудников госавтоинспекции как к любителям, так и к пешеходам, профилактические мероприятия по соблюдению ПДД, также многочисленные рейды по появлению нарушителей на дорогах. Казалось бы, делается многое, чтобы заставить нас задуматься и изменить плачевную ситуацию на наших дорогах. Не говоря уже о том, что близкие и родственники пострадавших из-за нашей беспечности вынуждены коротать дни и ночи в реанимации, переживая за судьбу пострадавшего. За декабрь месяц совершено пять дорожных транспортных происшествий. Причина этому была наезд на пешеходах. К сожалению, у нас трое человек погибло и трое получили ранения различной степени тяжести. В числе, к сожалению, пострадавших у нас есть несовершеннолетние, 2002-2003 года рождения. Добрый и отзывчивый парень, настоящий друг. Многочисленные комментарии с такими отзывами в соцсетях о друзей и знакомых Исмельхана Цычуева в его поддержку не утихает уже почти неделю. 14 декабря Исмельхан также стал жертвой наезда на пешехода. С тех пор он находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии. По словам Тагира Адамова, врача, дежурившего в тот злополучный для мальчика вечер, утешительный прогноз давать еще рано. Мальчик попал у нас в реанимацию, где был экстренно прооперирован из-за тяжести состояния. Как предварительный диагноз у него обнаружена была гематома головного мозга, различные телесные повреждения, перелом костей стопы с обширной раной, дефектом кожного лоскута. Экстренно был прооперирован ребенок лейрохирургом Кадзоевым Агамедом для удаления гематомы, проведена трепанация черепа. Ребенок сейчас находится в крайне тяжелом состоянии. Дыхание на аппарат, аппаратное у него дыхание на аппарате искусственной вентиляции легких. Обращаясь в частности к родителям, чьи несовершеннолетние дети могут бесконтрольно прогуливаться в темное время суток, сотрудники госавтоинспекции призывают обратить внимание на тот факт, что их ребенок по статистике представляет самую незащищенную категорию. Также рекомендуют использовать в их одежде светоотражающие элементы. Светлана Тумва, Адам Мерешков, Магомед Дедигов, Новости 24.